Всем привет! С вами Russian with Dasha. Сегодня 14 марта, и это праздник Масленица. Масленица – это очень-очень старый праздник, который отмечали ещё славяне до принятия христианства. Это языческий праздник, но до сих пор россияне его отмечают и любят. Раньше его праздновали в день весеннего равноденствия. По-моему, это 22 марта. Но потом стали праздновать до Великого Поста. Мы приехали в Центральный парк имени Кирова в Санкт-Петербурге. Здесь должны быть народные гуляния. Сейчас пойдём посмотрим. И вечером должны сжигать чучело Масленицы. Это такая традиция. Традиция проводов зимы и встречи весны. На входе нам дали такую программку, и здесь написана интересная информация. Масленичная неделя начинается в понедельник, и этот день называется встреча. В этот день обычно начинали печь блины. Первые блины раздавали нуждающимся, чтобы они помянули усопших и клали на подоконнике для духов предков. В этот же день строили снежные крепости и качели, собирали и наряжали чучело Масленицы. Воспитание человека! Воспитание человека! Вторник, то есть второй день Масленичной недели, считали, что в этом году в Санкт-Петербурге были благоприятным временем для сватовства. То есть во вторник устраивали смотрины, родители оценивали невест для своих сыновей. Девушки и юноши знакомились, веселились вместе, катались с горок и на качелях-каруселях. Среда называлась лакомка. В этот день было принято отчевать зятя блинами, то есть угощать, кормить зятя на блинами. Любой женатый мужчина шёл в гости к тёще, то есть к матери своей жены. Отсюда пошли выражения к тёще на блины, пришёл взять, где сметаны взять. Тёща ухаживала за зятем, угощала его, чтобы он был ласков с её дочерью. Четверг назывался Днём Разгуляй. Это было начало масленичных ритуалов. Люди водили хороводы, пели песни, катались на санях. В пятницу – тёщиные вечерки. В этот день тёща приходила с ответным визитом в дом к молодым. Суббота. Заловкины посиделки. Заловка. Кто такая? Не помнишь? Заловка. Это чья-то сестра, по-моему? По-моему, это сестра мужа. Заловки приходили в гости к молодой невестке. Заловка. 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 И воскресенье проводы в этот день окончательно прощали. Зали зимой, встречали весну и сжигали чучело-масленица. Вот такие интересные ритуалы. А мы сейчас пойдём в парк смотреть, что там приготовили, какой там праздник. Заловка. 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 З Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!